Рассуждение об искусстве. Рассуждение первое. О главном в искусстве. План рассуждения. Первое. Каждый художник задает себе вопрос. Второе. Внутреннее тепло, содержание автора. Третье. Мастерство и техника исполнения автора. Четвертое. Главное – уметь ярче выразить себя. Пятое. Искусство – это благое дело. Зло не передается по этим проводам. Каждый творческий человек, рано или поздно, задает себе вопрос. Хорошее ли мое творчество? Правильным ли путем я иду и ищу? Чтобы ответить на этот вопрос, я приведу пример ответа из книги одного художника, в который он отвечает на этот же вопрос словами одной притчи, по которой человек, задав такой же вопрос Богу, получил от него ответ. А что бы ты делал, если бы наверняка знал, что твое дело хорошее, и ты идешь правильным путем? Поступай так, как если бы ты знал это, и не проиграешь. Другими словами, уверенность в себе и в своих силах должны всегда быть с нами, чтобы поддерживать нас и побуждать к работе. Чтобы по-настоящему творить, надо уметь любить жизнь, природу, людей. Ведь творчество всегда делается для людей. Описывая все найденное, увиденное и услышанное, творческий человек посредством своего творчества рассказывает об этом людям и ведает им нечто интересное, открывающие глаза, развивающие. Творческий человек не обязательно должен быть семейным и иметь детей. Примером тому служат множество великих художников, такие как Брамс, Бетховен, Микеланджело, Ван Гог и другие, которые, отдав себя на служение творчеству, так и говорили, что наши дети – это наши картины. Но не имея семейных или материальных благоустройств, любой творческий человек должен иметь богатый внутренний мир. Внешне художники могут даже отталкивать от себя, потому что для них важнее сохранить в совершенстве внутренний мир и гармонию с самим собой. Настоящий творческий человек заботится о внешнем своем виде меньше, чем о внутреннем, и во множестве случаях это его определяет. Помимо сохранения внутреннего мира, художник непрестанно заботится о развитии своей техники, мастерства владения искусством. Настоящий художник – это редкий труженик, обладающий огромной, я бы сказал, нечеловеческой производительностью. Художник жертвует, но не хоронит себя, потому что понимает, что он является важным проводником между природой и человеком. Художника вдохновляет жизнь, и только ей он обязан своим творчеством. Приведу цитату из писем Винсента Ван Гога к Антону Ван Рапарду. Работать над техникой нужно постольку, поскольку ты должен лучше, более точно и более серьезно выражать то, что чувствуешь. И чем менее многословна твоя манера выражения, тем лучше. Этот же художник утверждает, что самое главное в творчестве – это уметь максимально ярко выразить себя. Я считаю эти слова ключевыми, несущими глубокий и важный смысл – истину. Я считаю, что все великие мастера добили своего величия в тот самый момент, когда смогли посредством своего творчества выразиться точно и правдиво. Тройность и правильность занимают здесь, конечно, не главное место. Другими словами, как только художник смог выразить всю теплоту и доброту своего внутреннего мира, свою любовь и преданность, в тот самый момент его услышали, поняли и полюбили. Каждому настоящему художнику присуща оригинальность. Он старается не подражать другим художникам, но и не пренебрегает учением и сравнением с другими авторами. Настоящий художник знает, что искусство – это благое дело и что злое не передается по этим проводам. Бессмысленно использовать творчество для пропаганды негатива и лжи. Это раздражает людей и влечет к полному непониманию, а порой и к отвращению к такому творчеству, что в свою очередь навсегда исключает его автора из творческого процесса. Если современный человек и без того окружен негативом и ложью в своей повседневной жизни, станет ли его душа искать их в творчестве, которое, наоборот, является нескончаемым источником части любви, доброты? Субтитры создавал DimaTorzok